В Абайском районе Восточно-Казахстанской области открыли две мечети. Одна из них теперь носит имя Кунанбай-Кхажи, а другая распахнула свои двери в селе Кундызды. Также в честь праздника Науры с местные предприниматели и фермеры, следуя добрым традициям, помогли нуждающимся. Ася Мутешева продолжит. Мечеть в районном центре долгое время находилась в аварийном состоянии. Желание общественности построить новое здание было принято в прошлом году. Общая площадь составила 400 квадратных метров, высота минаретов – 14 метров. В молитвенном доме созданы все условия для прихожан, благоустроенный двор и территория. На проект, реализованный в рамках программы Туанжер, предприниматели выделили 130 миллионов тенге. Разумеется, казахский народ не раз воспитает истинных сыновей, подобных Абаю. Для этого нужны такие отцы, как Кунанбай. Поэтому его имя, которое было присвоено мечети, носит глубокий смысл. Это позволит молодому поколению чтить память великого предка. Распахнула свои двери новая мечеть и в селе Кундызды. Объект рассчитан на 140 мест. Между тем, в честь наурузми рамы, местные предприниматели, фермеры, следуя добрым традициям, помогли нуждающимся. Мы живем только благодаря разведению домашних животных. Ничем другим не занимаемся. Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Желаю всем благополучия и процветания. Всем неравнодушным жителям, занимающихся благотворительностью, выражаю благодарность и признательность. Поздравляю свой народ с праздником Наурыз и 30-летием независимости. На ферме, которую возглавляет Махмуд Магауин, работают 20 человек. Глава хозяйства всегда готов помочь односельчанам. Он говорит, что помощь ближнему – это одна из важных традиций казахского народа. Заниматься благотворительностью – традиция наших предков. По мере возможности мы перечисляем деньги сиротам, вдовам, мечети и в фонд Абая. Желаю всем счастливого праздника Наурыз. Пусть будет мир на земле и благополучие. В Абайском районе в этом году немало социальных проектов, которые ждут своей реализации. Например, завершение строительства водопровода в селе Караул должно обеспечить население качественной питьевой водой. Также здесь планируют продолжить строительство домов для многодетных семей.